всех приветствую мои родные любимые христолюбчики братья и сестры в христе все люди на земле всех приветствую всем желаю вам всякого блага всего самого наилучшего самого светлого любви и радости мира счастья блага смирение кротости терпения в души ваши прежде всего в умные сердца в тела даже ваши в помышлении ваши все сферы жизни ваши семьи ваших дома ваш что все вас было хорошо желаю всем всякого блага всего самого наилучшего сегодня поговорим на тему у меня подобные ролики есть ничего нового я уж прям вам такого не скажу поговорим на тему что же такое грех да вот сегодня коснемся как всегда одного и того же о любви грех от не любовь что такое грех что такое добро или зло но кто последовательно мои ролики смотрит тот уже видел те записи на самом деле я хоть пытаюсь тоже с разных сторон все это показать и картинками разными до добро от зла очень легко отделимы я еще раз уже не буду вам сегодня слайдами там из фотошопа все это зарисовывать вы знаете есть такая фраза боль лучше учитель но как боль так и удовольствие наслаждение да просто боль это лучший учитель чего как не надо делать что такое зло естественно этому учит нас боль а что такое благо счастье мне и добро для меня учить меня кто наслаждение вот и все вы знаете я хоть это вот показал там по-своему в том ролике где бога нет я есть начало и конец да что просто чуть-чуть другой стороны так изобразительно вам это накидать вот на самом деле вы знаете вот казалось бы избитые фразы о чем говорил иисус в нагорной проповеди заканчивая ее иисус говорит во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними и люби ближнего иисус говорил как самого себя одна и та же фраза с двух сторон тоже просто сказано смысл один и тот же вы знаете кажется настолько банально избитая фраза уже всем давно известно и мы до сих пор в понятии греха не можем разобраться лезем в книжечки вычитываем как так поступить как так поступить что это могу делать что мне можно что нельзя что бог запретил уперлись там христиане ветхий завет оттуда понаводирали и грех назвали добродетелью и поступают по этим грехам обманываются сами в себе что очень печально как распознать что такое грех вы знаете в принципе вне христианства кто знает есть такое понятие закон бумеранга то же самое что сказал иисус потому что это все от начала и это просто есть все сделанное человеком к нему возвращается это факт жизни просто закон бумеранга так как ты хочешь чтоб поступали с тобой так и ты поступай с людьми потому что если ты поступишь плохо ты вкусишь зло ты будешь страдать ты испытаешь боль ты делай добро твори добро по всей земле и ты будешь получать благо и даже на этой земле несмотря на то что на добро тебе может ответить злом внутри ты получишь ты научишься совершенной любви это временный это временно потому что мы живем в пространстве на из временном измерении по моему самого слова время говорит о том что в этой жизни только временно это в этой жизни мы только в этом в этом измерении в пространстве на временном мы учимся жертвенной любви в царстве небесном уже поздно будет учиться иисус Там уже только локти будут все кусать, кто не достигал в этой жизни совершенства. Закон бумеранга куда проще. Это же ответ на все вопросы. Что такое грех? Когда вы это вот, я вам отчистываю от всего сердца, это просто вопли души моей. Когда вы все вот это вот поймете, тогда вам уже все станет понятно. Но когда вы поймете этот, казалось бы, элементарный закон, элементарную суть жизни, суть бытия, сущность, саму природу бытия, вам больше не нужно будет ничего читать, ни у кого ничего спрашивать. Боль, которую вы в себе получаете через тело, через душу, через сердце, то есть вам душевная боль причиняется, телесная, вы поймете, как не надо делать. Это ваш лучший учитель того, как не надо делать. И радость, наслаждение, удовольствие, которое вы получаете, вы поймете, как надо делать, как вам надо поступить с человеком. Более простого, определения греха, добра и зла просто нету. Нету, потому что это не потому, что я что-то выдумываю, даю какие-то определения, которые не существуют, абстрактные какие-то формулы, которые надо заучить, заповеди, которые надо запоминать. Сыночку надо носить, туда ходить. Это есть, это не есть. Это полный бред. В понедельник фасолинку, во вторник морковинку. Это же чушь собачья. Все эти талмуды, пенопиноприсно, сколько книг, а все очень просто. Добро – это то, что приносит мне удовольствие. Но это добро, если оно прошло, эта мысль вылетела, дело, как я вам рисовал этот бумеранг точно такой же, если вы обратите внимание, что в том ролике я вам и рисовал закон бумеранга. Если это прошло, и это добро, как ты думаешь, ой, ну это добро, да, я у него отнял, я-то получил это. Коверкают мои слова порой как хотят, я речь говорю не об этом. От того, что ты отнял у кого-то телефон и получил, так скажем, наслаждение от получения этого телефона, от его использования, ты причинил там зло. Ты причинил боль, ты сотворил зло, это вернется к тебе. Поэтому добром и грехом, грехом называется все, любые удовольствия, как и Бог сказал в раю тебе, все в этой жизни и в этой жизни, в том числе тебе все полезно. Апостол Павел потом говорил об этом другими словами. Мне все позволено, но не все мне полезно. Мне все полезно, позволено, да. Да, ты можешь делать, люди в этой жизни могут даже забирать души, жизни других людей, жизни, животных, людей, неважно. Все могут, все позволено, но что это со мной делает? И причем это же временно. Ну сейчас ты можешь жить, и то тебе только кажется, что жизнь этого человека забираешь. Ты себе навредил. Человек, которому ты забираешь жизнь, он бессмертен. А вот ты, и он-то получит благо воздаяния потом, если правильно предал себя в жертву, вот им не проклиная тебя, а даже благословляя. А ты действительно будешь в аду и по телу, и по душе. Поэтому любое получаемое в этой жизни удовольствие, не причиняя никому боли и страданий, это добро. И ты можешь в этой жизни радоваться и наслаждаться жизнью, и всем, что Бог сотворил. Ты не можешь своей радости, как у нас постоянно один социальный строй на другом строит, когда переходит. Все строят на крови и слезах предыдущих поколений. Рай для будущих поколений строит на крови, слезах, боли и страданиях предыдущих поколений. Никогда вы никакого рая не построите. Это невозможно. Этот рай, как минимум, не устраивает тех, кого это коснулось. Вы убили этих, так скажем, революционеров. У них есть жены, дети. Они никогда не примут вашего рая. Он им не нужен. Все насуются с этим Советским Союзом. Да это что в нем хорошего было-то? Он на чем был построен, на этом он и рухнул. Он был построен на ненависти. В нем и ненавидели друг друга. Все эти байки, что там мир, дружба народов. Все это байки. Я знаю не понаслышке. Мне люди... И да, я родился в Советском Союзе, но я не рос в нем, можно сказать. Несознательной жизнью еще. Но, так скажем, последствия его вкусил. И мне свидетельствовали рассказы люди, которые в нем жили. Вырезали русских и в других странах, в братских так называемых. Еще и в послевоенные годы. Это не вчера началось. Это все мишура. Это все байки. И все это железный занавес. И лапша, которая, и пропаганда, которая лилась с одного единственного телевизора. Не было ничего там гладкого и все красиво, как это любят эти байки рассказывать. На крови, на слезах, на страданиях, на боли. Всего Богом сотворенного. Никакой ты радости не построишь никогда. Вот и все. Вот вам все понятие греха. Все эти бредни религиозные. Это делай, то не делай. Туда ходи, сюда не ходи. Ты спрашиваешь, слушай, объективно, какое кому дело, куда я хожу? И чего я делаю? Я тебе чем-нибудь плохо сделал? Нет. Ну и все. Я ни в чем не согрешил. Никаких грехов против Бога в принципе нету. Если ты не делаешь никому, боли не причиняешь. И наоборот, даришь этому миру, как-то радуешь его. Какое-то добро в этом мире делаешь. И людям, и животным, и природе. Ты любишь Бога. То, что Богу от тебя что-то надо. Какие-то молитвы, какие-то посты. Чего только мне придумать. Даже вот это. Я уж молчу про все остальное. Косынки, платочки и прочие вещи. Исповеди. Крещение, причастие. Это никакая неправедность. Это никакие недобродетели. Это недоброе дело. Ты никому ничего хорошего, покрестившись, не сделал. Вообще никому. Ты ни Богу ничего хорошего не сделал. Никакому человеку, никакому животному, ни природе. Это вообще не благо. Это не добродетель. Ты ничего не сделал. Ничего через нее в свою душу не приобрел. Ты ничего хорошего не сделал. Ничего ровным счетом. Ты, поев хлебушка и попив вина, которую называют тело и кровь Христова. Сделав булка Бога в своих сектах. Ты ничего хорошего никому вообще не сделал. Никому ровным счетом. Никто от тебя лучше не стал. Никакой радости ты никому не подарил. Ну, поел ты грамм этого куска и выпал каплю этого вина. Кому это сделал? Кому ты сделал добро? Никому. Ну, это и неплохо. Ну, это и нехорошо. А зачем это? Это пустой. Вы знаете, самая одна из страшных пыток всегда в плену считалась заставлять делать пленного бесполезную работу. Перекладывать кирпичи из одной кучи в другую. И люди реально сходили с ума. Над ними так издевались. Те, кто пленил их. Если это бесполезные дела, зачем это делать? Ну, это пока вы вкладываете, что вы что-то великое делаете. Но вы в обмане живете. Вы никому ничего хорошего не делаете. С косыночкой ты ходишь на голове или без. Да мне какое дело. Может, хоть с сирокезом с оранжевым на голове ходить. Да если это кому-то нравится, хорошо. Тебе нравится, тоже хорошо. Кому-то еще нравится. Ты сделал это для любимого. Для любимой им это нравится. Вы одинаковые. Доставлять друг другу радость. Сегодня такой ракет сделали на голове. Завтра такой. Да ради бога. Тогда да, это благое дело. Ему нравится, что ты вся в сережках. Вот такая вот с ног до головы. В одной брови 20, в другой 30. Да ради бога, если такого же, как ты, это радует. Да делать, что хотите. Это благо. Ты порадовал человека? Пожалуйста. Кому это навредило? Никому. Это нельзя. То нельзя. Почему? Что тебе плохо? Вот он идет весь уколотый в сережках. Тебе до него какое дело? Тебе на него неприятно смотреть? Так это только тебе неприятно смотреть. Он это сделал для человека, которому это приятно. Они два одинаковых. Им это нравится. У них целая компания. Кому это нравится? Тебе какое до них дело? У него есть свобода такая же, как у тебя. Свобода, любовь, свобода и бессмертие. Я все равно говорил, три аксиомы. Запомните их, и вам вообще ничего не надо будет. Вы ходите в эти секты. Вы же там рабы. Вы не имеете права слова, права голоса. Вы рабы. Вы даже идете туда, потому что вы должны зачастую. Потому что вы боитесь. Есть вас страх. Где страх, там нет никакой любви. А значит нет Бога, ибо Бог есть любовь. Вот и все. Чего тут непонятного? Грех. Это не субъективное. Животных убивать нехорошо. Мне это твое личное мнение. Я говорю, слышь, не понял. Как это мое личное мнение? Это не грех. Я говорю, как это не грех? Вы значит материнство или твое отцовство? Ты значит для тебя это святой. Значит я не могу твоего взять ребеночка и сжарить в котле. А ты значит можешь взять живое существо, которое точно такое же материнство обладает, отцовство, и взять и это животное убить. На глазах причем у этих родителей. Ты что испытал от этого радость? Так ты больной человек, ты бесноватый. Ты называешь это чем? Добродетелью? Ты вообще тогда безумный. Я вообще стал задумываться. Если эти люди вообще ум имеют, сердце, как бессердечный человек, реально. Почему это вы материнство завели в какую-то святость? Давай я тоже твоего. Слушай, а ты готов в стойле простоять, где у тебя правое плечо влево уже в стену упирается? Ты готов всю жизнь там простоять? В тебе будет кусок говна запихивать, чтобы ты его пожрал и доить тебе. Ты готов всю жизнь простоять так? Все эти ваши коровки, которые вам молочко дают, курочки, которые яички несут, они все по 50 штук напиханы так, что не шевельнуться не могут. И напихивают им всяких говном. И они не шевелятся, из-под них только машины говно выгребают. Все. И чуть ли не этим же говном их кормят. Ты готов так простоять всю жизнь? Их не выгуливают, они никуда не ходят. Очень легкий закон бумеранга. Ты бы хотел, это живое существо, у него чувство свободы есть. Каждое животное гуляет само по себе, ходит куда хочет. Бог им дал эту свободу. Почему ты решаешь их этой свободой? Почему ты решаешь, кому жить, кому умереть? Разве твою жизнь кто-то, ты разве считаешь, что кто-то имеет право лишить тебя жизни? Решит сначала лишить тебя жизни и лишить ее. Ты разве хотел бы, чтобы поступали с тобой? Нет. Так это разве мое субъективное мнение? Это мое мнение? Пока вы этого не поймете, вы будете ссылаться на девятые главы книги бытия, где Бог дал все, все, что да, в руки твои. Пока вы не поймете этого, вы будете безумными. Вы никогда и нам грамм не приблизитесь к истине. Вы не познаете ее ни умом, ни тем более сердцем. Разве грех субъективен? Разве ты хотел, чтобы с тобой так поступали? Разве ты хотел, чтобы пришли и взяли твоего ребенка, просто так и сожрали? На двоих глазах. Разве это норма? Разве это истина? Разве это субъективный грех? Разве кто-то это может делать, а кто-то это не имеет права делать? Разве это религиозный грех? Или религиозное понятие праведности? Разве причинение боли кому-то это что такое? Это разве не истина? Грех – это все, что не истина. Любовь истина. Истина. Я хочу, чтобы меня любили. Я не хочу, чтобы мне причиняли боли, страдания. Я не хочу, чтобы кто-то порабощал мою свободу. Я не хочу. Любовь, свобода и бессмертие. Я не хочу, чтобы кто-то меня лишил жизни. Три вещи. Запомните. Любовь, свобода и бессмертие – это истина. Это не христианская истина. Не мусульманская, не удейская, не кришнаитская, не буддистская, не языческая, не ведическая, не чья. Это просто есть. Это вот оно, бытие. Это Бог. Разве кто-то имеет право лишать жизни хоть кого-то? Какое любое живое существо? Не надо только наделять огурцы с помидорами ощущением жизни. Это не души живые. Мы это знаем в Писании и мы это знаем сами всем своим нутром. Они не кричат, не вопят, не брыкаются. Они никак не показывают, что они не хотят идти к нам в руки. Мне говорят, рыба, она же не кричит, слушайте, она вырывается, когда ты ее тянешь. Она от тебя всячески хочет убежать, сопротивляется тебе. Она не хочет быть убитой. А есть те, которые, кстати, и кричат. Не все рыбы кричат. Есть у которых есть голос. Дельфины. Они плачут, это слышно. Киты. У них отличается стон от крика. Кто этими вопросами захочет, тот разберется в этом. Мы просто тупо закрываем глаза. Так что же такое грех? Любовь, свобода и бессмертие. Первое. Я хочу быть бессмертным или кто-то имеет право закончить мою жизнь? И живу. Представьте, что не верить. Хорошо, вы не верите в бесконечность. Вот им эту жизнь земную. Любовь, свобода и жизнь. Ну или как хотите, я называю как христианин. Знаю, что любой человек верит, он не верит, он бессмертен. Хорошо. Жизнь. Любовь, свобода и жизнь. Жизнь и кто-нибудь имеет право вас лишить? Вечный или временный, не важно. Нет. Так почему вы лишаете жизни? Хорошо, как я всем говорю, жизнь это жизнь, но жизнь может быть разная. Может быть кайф. Не жизнь, а малина, а может быть жизнь адская. Кто-нибудь имеет право делать мою жизнь адской? Причинять мне боль, страдания? Нет. Значит, и я не имею права. Так вот, что такое грех. Какое мне дело? Он идет без платочка, христианин. Разве это Иисус говорил, в платочки ходить надо? Нет. Православные, протестанты, баптисты, там вам голову все забьют, что это грех. Женщина должна быть с покрытой головой. Павел сказал. Да Павел мог, что говорил, это его проблемы. Это разве истина? Нет. Мне какое дело? Мне какую боль причинило, что она идет без платочка? Ну разве что мое религиозное бесноватое мировоззрение она зацепляет. Потому что я себе вбил в голову, что это грех, и когда она идет, мой глаз, видишь ли, режет. Так ты свой глазик тогда закрой и иди дальше мимо спокойно. Потому что по-настоящему тебе это никакой боли не причиняет. Она идет так, как она хочет. И не важно, в какой она юбке идет, по щиколотку или, простите, по поясок. Это не твоего ума вообще дело. Если ты бесноватый и не можешь удержаться, не кинувшись на эту женщину, это не ее проблемы, а твои. Ты на себя посмотри. Она тебе никакого зла не сделала, она тебе еще и добро сделала. Смотришь на нее с удовольствием. Только придумал себе, что удовольствие – это грех. Хочешь с ней разделить это удовольствие, так попробуй ее обворажи, начни за ней ухаживать. А если ты конченый идиот, что ты не можешь ничего сделать, это твои проблемы, а не всех людей вокруг. Свобода. Любовь, свобода и бессмертие. Третье – свобода. Разве я хочу, чтобы кто-то притыкал мою свободу? Страхами, реальным физическим порабощением тела, страхами сковывая мою душу, мой дух. Разве кто-нибудь имеет на это право? Нет. Я, значит, имею на чью-нибудь право свободу прожить? Нет. Я, кстати, когда проповедую, мне говорят, вот ты тут наезжаешь. Я говорю, я говорю истину. Из-за того, что я делаюсь вашим врагом, это ваши проблемы. Я говорю истину. Потому что мир будет блажен и счастлив, когда все познают, придут в единство, как Павел писал, познания истины и любви. Это очень важно. А в лживом мире мы не будем счастливы. Это ложь. Это, я говорю, вот эти вот Советские Союзы и прочие иллюзии. Современный мир. И такой же будет Царство Антихриста параллельно с Царством Христа на Земле тысячелетним. Вы думаете, там будет свобода слова? Нет. Там будет мир и безопасность. Не зря написано. Павел писал, что так будут говорить. Да, иллюзорное. Тебе дадут выбор. Либо ты живешь вот так вот. Смотрели фильм «Разрушитель» со сервестом Старлона? Старый тоже фильм. Казалось бы, как они сделали общество без насилия, без там всего. Только многие люди не захотели этого общества. Они жили в трущобах под землей. В канализационных этих. Зату жили так, как хотели. Потому что это должно было жить только там, как те хотят. Чтоб везде пели только детскую музыку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но кому-то нравится потяжелее музыка. И что? Это разве грех? Это творчество? Ну тебе такое. Тебе нравится звук свирели, а ему звук барабанов. Разве звуки децибелы придумал не Бог? Это его виртуальная реальность. Он сотворил этот мир. Кому-то нравится соловей. Кому-то свирель. Кому-то журчание ручейка в поле. Это не грех, не добродетель. Это просто мне нравится. Вот и все. Это мне доставляет удовольствие. У тебя одно, ему другое. Почему человек должен радоваться твоим радостям? Получать удовольствие от того, чего он не получает. Делать вид, что он получает, потому что получаешь от этого удовольствие ты. Нет. Три. Три природы бытия. И все вам откроется. Любовь, свобода и бессмертие. Вы все поймете в этой жизни. Все. Животных убивать грех. Конечно. Свободы лишили. Любви нету. И в оконцовке чего лишает жизни. Еще со мной спорят. Я говорю, я даже разговаривать не хочу над тем. Живите, как хотите. Можете в аду там хоть жариться, хоть пить. Знаете, когда будет распределение, и вы останетесь такими же, как вы, вы будете, как Господь вел, локти кусать, что нет среди вас таких, как мы. Я, слава Богу, такой не один. Вы вкусите потом. А когда вы окажетесь даже там самыми более-менее, а похуже вас еще найдутся. Вы тогда поймете, о чем плачут такие, как я, когда такое говорят. Вот и все. Все очень просто. Проще просто некуда. Любовь, свобода и бессмертие. Все. И закон жизни. Бумеранг. Закон бумеранга. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот и все. Я бы хотел, чтобы люди говорили правду. Пусть он заблуждается искренне. Я хотя бы знаю, я терпеть не могу, как и Господь говорил, лицемерие. Лицемерие. Сто масок. Человек говорит одно, делает по-другому. Одним одно говорит, другим другое. Да ты хоть будь собой хотя бы. Мне бы человек, который, хотя бы да, он искренне. Вот эти, кто пишут, даже хотя бы, хотя бы кто, знаете, не сидят там, не трясутся, как эти пискари. Да, он сказал, да, я убиваю. Ну, хорошо. Я говорю, у тебя ничего в сердце не екать, спокойно делаешь. Ну, да, мне пофигу. Ну, хорошо. Отодвинулись друг от друга на расстояние потери взора. Не хочу даже этого видеть. Я с тобой убивать никого не хочу. И все. Все очень просто. Не знаю, у кого. Вот я даже добавить не знаю чего. Поступай с другим так, по закону Бумеранг, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Любое свое действие рассмотри, что в законе Бумеранга, она чем вернется к тебе, добром или злом? Добро, злом никогда не вернется. Ну, в этом мире может и добро тебе, злом вернуться. Но внутри ты получишь должное воздаяние, потому что ты научишься жертвенной любви. И для тебя это будет все равно благо. И благо, что такие люди есть, поэтому злой человек, понятно, когда... Ну, это уже реальность жизни. Я же сейчас не о практике говорю, а теории рассмотрите. Практика, понятно. Есть реальность жизни. Вот именно люди делают зло, а возвращаются им добром от этих же людей. Это люди святые. К чему мы и призваны, вот именно. Но я имел до теории о том, чтобы ты вот этому вернул добром, как ты должен поступить-то? Тебе-то, когда зло пришло, что ты должен сделать? Еще большим злом, равным злом отметить. Как я кто мои ролики смотрел, я Махатма Ганди цитировал, который прекрасную фразу сказал. Воздавая оком за око, выкалывая, мы сделаем мир слепым. Разве ты даже получаешь зло, что должен сделать? Ответить ровно таким же, большим, меньшим? Нет, ты должен добром вернуть человеку. Я бы хотел, чтобы даже когда мне почему-то... Почему-то, знаете, когда я грешу, я к себе требую милости, прощения. Когда ко мне нет. И учителя в этом гумеранге, их два, боль и удовольствие, наслаждение. Я говорю, рассмотрите, так все, вы все поймете. Но пока вы будете смотреть в бумажке. Ветхого завета, я к христианам обращаюсь. Даже нового завета, причем не в Евангелии, а в апостол, деянии и послания. Даже Евангелие, которое до нас дошло с искажениями, не в полноте. Вы прекрасно понимаете, что там не вся жизнь и не весь Иисус нам показан в двухчасовом чтении. Пока вы не поймете суть, через даже эти книжки, которые мы должны были познать. Не книжки мы должны познать, а суть, истину. Когда вы истину познаете, о которой Иисус именно там сказал, и там, слава Богу, не все нам потерли. Ибо всякий, познавший истину, становится свободным. А что такое истина? Как ее познать? Это всякие мирозрения, учения, знания всех книжек? Нет, Иисус говорит, делающий грех, раб есть греха. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Ибо всякий, делающий грех, оказывается, я грех не должен делать. Вот и все. И все познание истины. А пока вы будете в бумажках выбирать все для своего оправдания, того, что вы прекрасно знаете, что это не соответствует вот этим вот критериям истинности, что я сделаю мне, что это принесет? Вот боль, значит, так делать не надо. Радость, значит, так делать надо. Вы никуда не двинетесь. Вы ничего никогда не поймете. И никогда ваша жизнь, соответственно, не изменится. Вот и все. Проще, проще просто некуда. Я говорю, какой хотите себе образ, берите. Хотите просто эту фразу Иисуса. Поступай с другим, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Люби ближнего, как самого себя. Закон бумеранга. Что посеешь, что и пожнешь. Боль лучше учитель, что такое зло. Удовольствие, что такое добро. Отсюда все заповеди, как дела. Это дело, это не дело. Вы можете сами разложить в своей жизни. И все вы сразу поймете. Все. Вы больше никому перестанете задавать вопросы. Вам все станет ясно. Вы сами сядете и скажете, я есть. Я все понял. Я знаю. Когда вы познаете это, когда вы начнете так жить, тогда от избытка жизни, от примера жизни, от избытка сердца заговорят ваши уста. Иисуса говорил, не называйтесь учителями, если вы так не живете. Сотворите и научите. Пробуйте что-то делать, как я тот ролик все-таки не зря записал. Конечно, Иисус отыгрывал в устной форме, простыми. Я старался все-таки им слайдами насытить свои проповеди. Что-то вы еще не понимаете. Вы не бойтесь пробовать. Первый раз, как говорят, не грех. И ты сразу узнаешь, что это причинило тебе, боль или радость. Вот и все. Это вам никто не нужен будет. Больше не нужен будет никто. Вы все сами познаете. Вы будете богами. И наступит то время, как апостол Петр в своей речи, в книге «Деяния апостолов» описанной, цитируя пророка, говорил, что настанет день, и у вас тогда этот день лично настанет, когда мы не будем друг другу говорить «познай Господа», вы будете знать Его. Потому что вы им станете, Богом, святостью, совершенством, которое что, живет в любви, свободе и бессмертии. С другими поступает точно так же, в ключе, в призме этой истины. Вот и все. Просто и понятно. Надеюсь, это вам поможет. На пути вашей жизни вы станете на сторону света. Просто просветлитесь, все поймете, познайте истину и освободитесь, живя по ней. И начнете этой самой же жизнью светить всем, всюду и всегда. Я вам желаю именно этого, чтобы все вы достигли совершенства. Все стали учителями, все стали богами, подобными нашему Богу, единому Творцу неба и земли, который всех нас создал и родил в себе. Все, всех по-братски целую и обнимаю. Желаю вам всякого блага. Пока-пока, до встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, я не нажал на стоп и вспомнил, что еще хотел сказать. В названии вы видели у меня, что грех не только не субъективен, он объективен, он просто есмь. Бог есть. Бог есть любовь, свободы и бессмертия. И он вне времени. Выкиньте этот бред из головы. Что то, что в раю там люди не убивали животных, а теперь мы можем. То, что там что-то где-то не делали, а теперь мы можем. То, что было какое-то ветхозаветное время, там можно было убивать Моисею, Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду. А нам теперь вот в Новом Завете якобы там нельзя. Это нельзя было никогда. И они грешили. И не думайте, что в Новом Завете, несмотря на то, что поступал Иисус никого, никакой патриотизм не проповедовал во имя Родины Израиля, никого не убил, мы теперь можем спокойненько во имя Бога опять убивать и сжигать всех еретиков. И не думайте, что в Царстве Небесном что-то изменится, и Бог возьмет вашу свободу, лишит вас дара свободы, и вы просто там будете вдруг святыми. Там вы вдруг перестанете убивать животных. Если вы это не перестаете здесь, вы на этой жизни показываете Богу, а точнее вы сами внутри себя самоопределяетесь, кто вы на самом деле. Ничего не изменится. Ничего абсолютно. Поэтому грех, он не субъективен. Он вне времени. Закон Бог просто есть. Он Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Он был, есть и будет. Он всегда был и всегда будет. Это один и тот же закон, он неизменен. Он бессмертен, он вечен. Он любовь, и он свободен. И нам даровал то же самое. Вот и все. Вы так и будете проходить разные этапы жизни в этом колесе сансары крутиться, пока не выйдете оттуда. Вот и все. Иисус скажет вам, вы услышите эти слова, отойдите от Меня, все делающие беззаконие, несмотря на то, что вы будете Ему кричать и вопить. Господи, Господи, не Твоим ли именем мы песенки Тебе пели, бесов даже сгоняли. Типа, благие дела творили, чтобы себе адептов побольше набрать, чтобы с них десятин издирать. Не Твоим ли именем мы все это делали? Он скажет, отойдите от Меня. Все делающие беззаконие. Грех, он был одинаковый в раю, одна и та же запусть, одинаковое вдопотопное человечество, одинаковое послепотопного человечества, одинаковое в законе Моисеевом для людей. Несмотря на то, что Моисей придумал свой закон, от этого природа бытия не поменялось. Моисей не имел права и не мог давать то, что не соответствует истине, но он это делал только потому, что человек обладает свободой. И ему Бог попустил делать то же самое. И каждому человеку в израильском народе Бог дал свободу поступать так, как он хочет. Вот и все. Каждому. И в Новом Завете делал то же самое. И ученики Иисуса, и во время его хождения по земле. И после того, как он в теле, воскреснув в новом теле, в бессмертном, вознесся обратно на небеса, где и был вечно, они опять делали, что хотели. Бог не нарушает ничью свободу. Для него нет ни времен, ни сроков, ни времени сотворения человечества и рая, ни допотопного периода, ни послепотопного, ни времени Аврама, Исаака, Акова, Моисея, Давида, Соломона и прочих-прочих в кавычках праведников своего времени хождения по земле или после того, или тысячелетнего царства, или времени новой земли и нового неба для греха нету времени, потому что Бог вне времени. Он везде и всюду, его закон один, и вчера, и сегодня, и завтра, и во веки веков. Это любовь, свобода и бессмертие. Поэтому выкиньте эту дурь тоже из головы. Я вот хорошо еще не нажал на стоп, просто микрофон выключил, чтобы заставку оставить. Когда вы все это осознаете, вы станете на этот путь истинный. Я знаю, многим больно, неприятно все это слушать. Это же надо что-то сделать. Это же надо рискнуть. А так не хочется от греха. Я же так люблю грех. Я же так люблю зло. Я же так люблю порабощать чью-то свободу. Или порой я уже влюбился в собственное рабство. Или меня так сковали страхи, что мне уже страшно. Мне уже любовнее жить в страхе, чем набраться смелости и сделать что-то. Но, к сожалению, вы так и будете в этом жить. И хоть тысячи веков, хоть будете переуплощаться, Бог никому природу поменять не может. Это ваш дар. Вы свободны. Вы то, кто вы есть. Бог никогда не нарушает эту свободу. Вот и все. Поэтому, чем раньше вы это осознаете, это просто лучше для вас самих. Ну, на этом уже все. Я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok